Привет, мои хорошие! По наблюдениям ни одного поколения мам и пап, месяц рождения ребенка во многом формирует его отношение к жизни и людям. Все 12 типов детей обладают своими уникальными качествами. Эта информация, возможно, поможет вам лучше понять своего ребенка. Итак, начнем! Январь. Дети, родившиеся в январе, выглядят старше, чем есть на самом деле. От них вы не дождетесь бесшабашного веселья в компании друзей. Большинство из них предпочтут скорее остаться дома и закончить домашнее задание, чем отправиться гулять на улицу. Родителям не придется постоянно стоять за их спиной, когда они делают уроки. Тем не менее, возможно, вам придется время от времени подталкивать их к успеху. Хотя дети, рожденные в январе, очень ответственны, им бывает сложно выражать свои эмоции. Они амбициозны, трудолюбивы, терпеливы и практичны, но, в то же время, невероятно чувствительны, поэтому могут долго восстанавливаться после стрессовой ситуации. Февраль. Февральские дети являются очень творческими по своей природе. Они оригинальны и любят выделяться в толпе. Такие школьники быстро учатся, буквально поглощая информацию. Эти дети очень ценят независимость и могут бунтовать, если их в чем-то ограничивать. Они большие любители животных, поэтому стоит подарить им домашнего питомца. Не любят быть в центре внимания и даже могут избегать общения со сверстниками. Иногда такие дети могут выглядеть безразличными или отстраненными, но помните, что в глубине души они глубоко переживают происходящее вокруг. Эти абстрактные мыслители очень коммуникабельны, но им бывает сложно выразить свои чувства. Тем не менее, они любят повеселиться, наслаждаясь каждым моментом жизни. Март. Дети, родившиеся в Марте, застенчивы, скрытны, сдержанные и интуитивны. Очень эмоциональны, поэтому их легко напугать. Они живут в фантастическом мире и боятся монстров и громких звуков. Чаще всего такой ребенок придумывает себе более безопасный мир и живет в нем столько, сколько пожелает. Эти дети любят заботиться о других, забывая при этом про свои интересы. Они сострадательны, честны, щедры и симпатичны. Наблюдают за другими со стороны и умеют ценить доброту. Испытывая негативные эмоции, могут стать очень раздражительными, поэтому родители должны позаботиться об их психологическом состоянии. Апрель. Эти дети любят рисковать. Они очень активны и энергичны, поэтому родителям необходимо не спускать с них глаз. Любят экспериментировать и могут стать неуправляемыми. С этими детьми вы точно не заскучаете. Они оптимистичны, уверены в себе, обладают сильной мотивацией и любят шумные игры. Каждый день эти непоседы испытывают множество эмоций и много болтают, очень много. Они обладают отличной памятью, умны и умеют поднять настроение всем вокруг. Май. Дети, родившиеся в мае, любят организовывать все в своей жизни. Они практичны, осторожны и последовательны. Любят материальные вещи, такие как красивая одежда и вкусная еда. Они очень ответственны и могут рано начать зарабатывать деньги. Никогда не изменяют своему слову и постоянно в своих привязанностях. Эти дети всегда честны в отношениях как со своей семьей, так и с друзьями. Они очень упрямы и ни за что не откажутся от того, во что верят. Их ничего не стоит разозлить, но также легко успокоить. Июнь. С этими детьми ваша жизнь станет намного более интересной. Они очень остроумны и никогда не полезут за словом в карман. Одинаково хорошо выражают свои мысли как в устной, так и в письменной форме. С раннего детства знают, как правильно обращаться с книгами и компьютерами. Они отлично умеют убеждать и могут продать что угодно и кому угодно. Ненавидят пустые разговоры и совершенно не способны долго находиться на одном месте. Этим детям бывает сложно сосредоточиться на одной вещи, поскольку их интересуют абсолютно все. Ближе к подростковому возрасту становятся очень общительными и обожают флирт. А еще они являются непревзойденными актерами. Июль. Этим детям требуется много внимания. Они очень чувствительны к чужим чувствам и эмоциям. Поэтому не удивляйтесь, когда эти филантропы приведут дамой бродячее животное или ребенка, нуждающегося в защите. Они невероятно изобретательны и готовы на все ради своей семьи и близких. Физический контакт очень важен для них, а еще и им нравится ковыряться в бытовых приборах. Им присущи частые колебания настроения, которые могут перерасти в депрессию. Август. Дети, рожденные в августе, обожают находиться в центре внимания. Им нравится баловать себя. Больше всего на свете они ненавидят критику. Почаще хвалите их, и тогда они будут относиться к вам с любовью и уважением. Это независимые волевые бойцы, которые умеют управлять собой и другими. Они готовы довериться родителям, но потребуют к себе такого же отношения. Сентябрь. Дети, родившиеся в этом месяце, являются перфекционистами, которые часто бросаются в крайности. Они всегда заботятся о пожилых и больных людях, а также о бездомных животных. Эти дети счастливы, когда могут чем-то помочь другим. Если не помешает застенчивость, то они могут стать отличными писателями или коммуникаторами. Очень неаналитичны и придирчивы, довольно часто критикуют себя. Эти дети любят путешествовать и исследовать мир. Им нравится решать сложные проблемы и вдохновлять окружающих. Иногда бывают очень упрямы в достижении своих целей. Октябрь. Октябрьские дети очень практичны. Поскольку они видят сразу две стороны медали, им бывает сложно принимать решения. Это скромные, обаятельные и вежливые дети, с которыми можно отлично пообщаться. Они ценят искусство и красоту во всех формах. Это умные и бесстрашные дипломаты, у которых есть собственное мнение обо всем. Они непредсказуемые и могут легко преодолеть свои негативные эмоции. Могут приврать, но никогда не будут притворяться. Ноябрь. Сложные и яркие по своей природе, ноябрьские дети бывают очень настойчивыми. Они обязательно докапаются до сути того, что их интересует. Их любовь к головоломкам и книгам-загадкам не знает границ. Очень эмоциональны и могут стать экстремистами в подростковом возрасте. При желании могут добиться всего, чего захотят. Имеют хорошее здоровье и легко справляются с физической и душевной болью. Если их сильно разозлить, то могут отомстить. Эти дети очень скрытные и независимые. Очаровательные и даже в чем-то опасные. Они всегда выделяются в толпе и легко привлекают к себе людей. Декабрь. Оптимистичные и вечно восторженные, декабрьские дети живут словно в сказочном мире. Они обожают учиться и часто дружат с учителями. В подростковом возрасте их привлекают вопросы религии и философии. Они любят рассказывать окружающим о своих планах, путешествовать по миру и заводить новые знакомства. Эти дети конкурентно способны, амбициозны, сообразительны, нетерпеливы, чувствительны и темпераментны. Они очень щедры и лояльны. Благодаря своему хорошему чувству юмора и вежливости, легко располагают к себе незнакомых людей. Они хотят иметь все самое лучшее, поэтому время от времени становятся очень капризны. Очень чувствительны и редко выражают свои истинные эмоции. А вы согласны с такой характеристикой своего ребенка? Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. До новых встреч мои хорошие! Субтитры сделал DimaTorzok